Советский локомотив ТЭМ-2 Луганского завода Конечно, сейчас всё уничтожили Высококачественно сделан Фары включаются и спереди, и сзади Кабина хорошо проработана Сейчас посмотрим, в чём-то напоминает Трейнс Вот такие прицеплялки, правда, такие зеленоватые Спереди и сзади Запуск, правда, его несколько сложен Надо через реализм коробку пускать Но зато потом как разгонится, так и гоняет уже сам по себе Вот с ним аварии можно всякие делать Правда, в вагоны не особо много чего можно нести И, кстати, большое разнообразие есть Если ТЭМ-2, правда, делал поляк, там всё по-польски написано ТЭМ-2 есть И ТЭМ-2У Ну, отличия такие, что у ТЭМ-2 59-го года Вот выступы сделаны А у ТЭМ-2 сглажены И главное, здесь вот полукруглая крыша А у ТЭМ-2У плоская Ну, короче, запускаем Сейчас ему дизель Сейчас он шуметь начнёт Всё, пошёл Зажигание есть Коробку С тормоза, конечно, снять Так Ну, подёргать, да и всё А, нет, ещё и обороты Сейчас запустится Всё, поехал И вперёд Всё, поехал Так, вырубаем Всё Движение есть Как видим Камазики стоят В том числе и пожарные уазики С путей не должен сходить Даже на кривых вполне устойчив Ну, сейчас проверим Прокатимся по кругу Окраски есть разные Синий, зелёный Даже жёлтый вроде Корожок на крыше Скопирован С американского Тепловоза Ленд-Лизовского Вначале назывался Т-1 Потом Т-1 И вот, наконец, Т-2 стал Более мощным дизелем А так, собственно говоря Вид у него так мало И изменился Так и выпускается До сих пор Поставить не просто 6 осей Две тележки Надо ставить Только на паузе Иначе Сто процентно Всё искривится И не поставить Очень большой ход Можно и подмечить Ну, на таком большом ходу Круг недолго ехать Вот, считай Уже круг проехали Сейчас уже где-то рядом Вот, всё Враг Ну, всё Круг проехали, короче Можно поближе Теперь будет поглядеть Как он выглядит Прикольная модель Один из лучших Вот, только надо знать Как пускать Что коробка На реализм Должна стоять И обязательно С ручного тормоза Снять Ну, и зад Вперёд Подёргать Желательно Иначе Может не поехать Обороты Т и Ж Кнопки регулируют КАИ Включают Цвет Город Кстати, 10 суток Без экипировки работать То есть запасов топлива, масла, песка Хватает на 10 суток Воды Очень интересный локомотив Субтитры делал DimaTorzok ну все проехали кольцо теперь можно сзади поглядеть и кстати обязательно на самолете надо будет пролететь м2 206 дымок тоже вьется за ним главное что на рельсах весьма устойчиво стоит и высококачественно сделал двери к мотору качаются даже двери сделал так ну а теперь внутри поедем В общем, короче, вот пульт управления, контроллер, кран, два как бы, две панели приборов, то есть можно туда и сюда кататься, он же на маневрах, электросеть, плакатик какой-то, ручной тормоз виден, ну, конечно, тут ничего не рабочее, стрелки вон прыгают, напряжение, но вряд ли это все работоспособно, скоростимер вот работает старинный, можно как вперед, так и назад смотреть, двери сделаны, то есть можно выходить по площадке ходить, максимальная 100 км в час, проедем за машинистом обязательно после Мазейковича я ни разу и не катался-то тени от деревьев вообще очень красиво ложатся памятки какие-то, а сложно ездить ветви деревьев никак абсолютно не мешают, так что можно кататься без проблем туннель специально можно туда-сюда смотреть так что довольно все интересно хотя и не рабочая, но в чем-то на трейнс похоже педаль вон, кстати, сделана на полу как на швейной машинке вон, вовсе вон, вон с Продолжение следует... Так что довольно увлекательно. В американском что-то в LD32 не очень хуже обзор. Тут можно в разные стороны глядеть. Ну там просто так камеру фиговую поставили. Это удобно. Хотя по кабине и нельзя ходить, но все равно довольно интересно. Как за пассажира можно опять же... Ну за машиниста, вернее не за пассажира, конечно. За машиниста. Субтитры создавал DimaTorzok И главное, что он не останавливаясь, так и катается. Куда-сюда. Что, конечно, интересно. Ну вот, короче говоря, можно сейчас посмотреть, как он поедет. Сейчас приедет быстро, а потом на самолете можно будет слетать. Посмотреть сверху, как там будет на самолете. Урал-Вахтовка. Урал-Вахтовка. Не знаю, проходимость у него хорошая, надо посмотреть. Это ж не спинтарис, как вот они тут по буксовочкам-то. Какие из грузовичков нашинских лучше будут. Пока что-то не видать, где он там тащится. Долго едет, вроде бы уж как должен был бы и показаться. Пока не видать. А вот, все показалось. То есть вдали это особо и не видно. Ну вот едет. Так, вот уже он проскочил. Быстро гонит. Да, скорость-то приличная. О, хорошая скорость. Хорошая, молодец, проскочил. Так, ну что, давай на этом штучке проплетим. Хе-хе, ну что такое-то? Нафиг. Аккуратней. Тоже им надо уметь управлять. Хе-хе, ну что такое-то? Пока не удается даже повернуть. Да поаккуратней. Хочу сверху посмотреть на этот локомотив. А вон он поехал. Блин, ну что за фигня? Что-то мне это уже не нравится. Сейчас надо его выровнять в полете. Но должно быть локомотив-то сам быстро нагоним. Сейчас посмотрим, куда он. Ну, так-то гоняет сам поезд довольно быстро. Надо заметить. Вот он, вот он нашел его. Вот тень самолета летит. Он уже проскочил туда и к мосту едет. Сейчас догоним его. Как помнится, гипс сажал на вагоны метро. Кес, Цесну. Все это непросто. Самолетик-то, конечно, быстрее улетает. Да, посадки довольно-таки жесткие. Ну, можно еще немного попробовать. Лень просто тренироваться. Как-то на самолете, в принципе, посадить его можно. Ну, сам-то поезд передвигается быстро. И вот. И вот. Все это работает. У меня его, конечно, быстрее лечу. Хоть и тихоходный самолетик, но летает намного быстрее. Вот он едет. Сейчас попробуем по встречке пролететь. Вот я хотел сразу пролететь навстречу локомотиву. Вот он уже рядом. Вот пролетели. Ну, можно снова пролететь. А так можно сейчас к этому локомотиву попробовать подцепить. То есть неплохой антураж этот локомотив. Можно как бы на машине кататься, а там что-то будет ездить. Вот он едет. Да, вот довольно низкая в высоте пролететь. Надо тренироваться. Джойстик, когда у меня нет, я клавиатурой управляю. Поэтому тут казусы могут быть. В любом случае быстро догоняю этот локомотив. Сверху такой вид. А чтобы мягче сесть, ему надо моторы вырубать. А так он может очень разбиться. Вот вырубили моторы. Обороты до минимум. И сейчас сядем. Попробуем. Все равно колесо отбило. Ну, как-то сел. Надо, конечно, тренироваться. Сейчас он локомотив поедет. Мне как-то старенький больше нравится, чем более современный. Вон он едет. Скорость огромная. Он сейчас приедет. Это вид со стороны дерева. Тоже интересно наблюдать. Ну, и внутри локомотива такой вид. В принципе, довольно увлекательно гадаться. Еще и особенно тут вид интересно сделан. Скорость можно и уменьшить. Вот сейчас я уменьшаю скорость. И заглушить, соответственно, его можно полностью. Все, глушится дизель. Сейчас должен остановиться. Посмотрим, сколько его по инерции прогонит. Тоже зараза долго по инерции-то едет. Отрублен дизель и все равно едет. Ну, и что, далеко он уедет. Прикольный, конечно, у него видок. Спору нет. Причем продолжает ехать. Так, ну, тогда надо его в обратную сторону. А, или надо сжать пробел. Вот, чтоб он остановился. Надо сжать пробел. А так, что-то не хочет останавливаться. Так, движочек запускаем. ТМ-2. Сейчас чуть его назад отгоним. ТМ-2. 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 ТМ-1. ТМ-2. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот проедем переезд и, наверное, тормознем. О, нормально, в принципе, остановился. Ну, всё, остановился. Ну, теперь вот поставлю, наверное, может быть, вагоны, сейчас посмотрю. Сейчас, короче, буду изучать. В общем, я сцепил три бочки с темом. Ну, сразу скажу, не особо-то это лёгкая задача, потому что, во-первых, тем с первой бочкой упорно не сцепляется. Пришлось просто в редакторе грубо забить, как я и делал в Мазейковиче. Сами бочки сцепились, но тоже это непросто сделать. Вот сцепили. Такой составчик небольшой получился с бочками. Тут внутренность бочки можно посмотреть. Написано по-английски газ фламабли. И вроде даже есть взрывоопасный вариант. Вот вентиль. Кстати, там он на двойном, двойной вентиль стоит. Вот даже можно прокатиться будет наверху бочки. Такой вид у составчика. Теоретически можно и больше сцеплять, наверное, но надо больше возни просто. Ну, короче, сейчас запускаем моторчик. Поедем. Так, все, поехали. Сгоняем движочек ему. Поехали. Получился товарничок такой небольшой. Сейчас посмотрим, как бочки будут себя вести на поворотах. Я три бочки ни разу не сцеплял. Две сцеплял, а три нет. Сейчас посмотрим. Вроде все окей. Вон, с самого дамом не просто сцепить. А дальше... Ну, надо тоже сцеплять. Возьми побольше. Если грубо сцеплять, как бочки с рельской, то есть на малую скорость. Вот с локомотивом все равно через редактор пришлось сделать. Иначе никак. Попытка встречаться, поиграть, короче. Попытка встречаться, поиграть, короче. Попытка встречаться, поиграть, короче. Проехали стрелку нормально. Да, все нормально. Нигде не сошел. Надо знать, сколько бора нацеплять. Десять, может, и можно. Трафика вроде не есть. Ну, карта не повисает никак. Все нормально. Никаких нет проблем. Вот, бочки как отражаются. Вот, бочки как отражаются. Видите, не. Вот, проехали. Сзади посмотрим теперь. Сзади посмотрим теперь. В принципе, бочки прикольный вид имеет. Полувагонов нету. Платформ тоже могли бы сделать. Нифига. Все равно такой небольшой товарный состав получился. Очень устойчиво все нормально. Огнеопасный газ, наверное, написано. Где? Грау Bohа Папочка Субтитры сделал DimaTorzok Вполне логично, вы говорите Какая-то ошибка как-то получилась Перестала надпись на этой бочке писаться Нельзя смешивать Ни какие-то моды друг с другом Повисит Ну а теперь можно попробовать Пристроиться на вершине бочки Типа хулиганы еду Дымок виден локомотивом Да странник Артур так стебался У меня и там еще и перепрыгивают Свободного года На паровоз с далека похоже Как будто тянет паровоз Субтитры сделал DimaTorzok Тайчики бы офигели Если бы вот так увидели Там и током убивает Честно на этой бочке Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и овраг В принципе прокатились неплохо Сейчас еще можно посмотреть Что внутри бочки творится Как топливо доедет Бочки Вот вентиль виден хорошо Местность-то конечно никакая не видна Когда в бочке едешь Потряхиваете Это наверное деревья так пролетели Да, интересно Ну со стороны вот такой вид На локомотив Есть конечно определенная Игрушечность БМЖ Прикольно, что все виды транспорта Даже космические корабли Теоретически можно делать Можно испытывать много чего Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, дизель конечно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот проехал переезд О едет Много деревьев Долго переключаться Но иначе Некрасиво Сейчас Достигнем локомотива Вот все, локомотив Бочки эти едут Боже, немножко посмотреть Так, что закрепить в редакторе Первую бочку Чуть-чуть надо ее Накатить на локомотив Чтобы она там покрепче закрепилась Все нормально Так что товарничок Вполне можно сформировать Так, что закрепить на локомотиве Ну а спереди все так же В принципе никаких отличий нет Дверь-то немножечко приоткрывается Тень от деревьев Очень красиво По вагонам Стелется Так, что закрепить на локомотиве Так, что закрепить на локомотиве Упера-то Так, что закрепить на локомотиве По вагонам Упера-то Ну а Упера-то Так, что закрепить на локомотиве А, что-то А так можно кататься, пока не надоест, потому что с рейса не сходит, все нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Так что проблем никаких в движении нет. Можно на самолете пролететь. Посмотреть сверху. Теперь лучше стало видно. Вагоны тащат. Субтитры сделал DimaTorzok Управлять тоже самолетиком этим не всегда просто. А вон уже проехал туннель. Еще и загорелся. Долго по всем этим деревьям бегать. Вон слышен его дизель. Так, Москвич. Тут дорога короткая, ведет просто на веду. Сейчас можно навстречу ему скататься и посмотреть. Сейчас где-нибудь-то мы его высечем. Да, можно уж, наверное, и кончать. Вот здесь все изучено. А вот он едет. Как видим, угрозы нет прямо у пути. На этой карте. На этой карте тоже москвичу можно порезвиться. Субтитры сделал DimaTorzok Может где-нибудь встать для скрина постоять. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так просто можно поставить и ждать, когда он подъедет. Сейчас подождем. Да посмотрим. Вон уже несется. Скорость большая. Долбануло немного. Долбану не смертельно. Он просто его, как бы, как это сказать, вынес, по сути. Ну и поскольку на этой карте ничего особо интересного нет, можно по дороге немножко прокатиться. А тут, по сути, ведет переезд просто аварии на переездах. Тут, в общем, на этой карте можно имитировать. Такой вот просто парковочной площадке неинтересной. Это еще конец карты. Конец дороги здесь. А туда она пойдет вот к железнодорожному переезду. И такая еще грунтовка кончается у самолетов. Бетонная такая очевидна дорога. По краям нет текстур, но в принципе не особо это видно. Бетонная такая очевидна. Ну вот, туннель, виадук, недалече. Рощица такая. Ну и можно заехать, проехать вот через виадук. Грунт-то можно и покрасивее сделать. Железнодорожный, автомобильный мост над железнодорогой. Сейчас, наверное, скоро приедет. Далеке-то, конечно, его видно плохо. А дорога сейчас по кольцу туда к переезду ведет и все, и там и кончается. Пока что-то не видать, но сейчас, наверное, проскочит. Цвет снежная королева у москвича. О, все показалось. Сейчас туннель заскакивает. Так, ну, проехал. Скорость большая. Ну, а здесь что, дорога просто съезжает, не сдадет. Ну, а тут она и кончается, короче. Конечно, светофоры не рабочие. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну, а так, что говорить Короче Такая вот карта ТЭМ-2 Тепловоз ТЭМ-2 С тремя вагонами-бочками С тремя вагонами-бочками